Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас в новом канале. И сегодня в разговорах о семенах, в представлении наборов, которые я купила для посадки в этом году, я хочу остановиться на том, что вот буквально с неделю назад появилось на полках наших магазинов. Это очень такие бюджетные магазины типа «Светофор». Продукция, которая туда идет, это в основном Сибирская, Барнаул, Красноярск, какие-то еще близко там прилегающие. Ну уж не знаю, насколько близко. Для меня это близко. На самом деле расстояние огромное. Но тем не менее, вот это вот наборы, или не наборы, а товары, представленные не совсем нашим регионом, но растения, в общем-то, примерно произрастающие в таком же климате, то есть практически, если не районированные, то адаптированные и для нашей местности тоже. Но перед тем, как зайти в этот магазин, я купила три пакетика того, что хотела и того, что искала заранее. Это вот два таких томата. Это штамбовые, не посынкующиеся из сибирской коллекции. Это Настенька и Петруша Огородник, про которые слышала очень много. Много как хорошего, так и, может быть, не особо восхищенного. Но, тем не менее, они показали достаточно хорошую урожайность. Но вот решила я попробовать. И так как у меня не было базилика фиолетового, и надо было все-таки его купить, вот я его купила. И здесь я стала ставить цену, сколько стоит, 18 рублей. А накануне мы были в этом магазине, когда я увидела наборы семян, и чуть так фыркнула и сказала, да нет, наверное, не буду покупать. Но по размышлению с дравом, на следующий день приехав и посмотрев, что же там в этих наборах, решила, что брать-брать, надо брать. Вот и взяла. И сейчас покажу, что это за семена. Это красноярские семена. Вот сейчас, судя по пакетам, вот есть тут набор 16, у нас было представлено 14 наборов. То есть я не взяла, по сути дела, тыквенные и огурцы. Ну, просто потому, что тыква крупного размера мне просто не нужна. А брать даже ради того, чтобы это нарастало на компост, ну, вряд ли стоит семян у нас достаточно своих. Огурцы, но тоже не самые, так скажем, заметные и те, без которых бы я обойтись не могла. Ну, вдруг еще что-то изменится в моей голове. Купить это будет не поздно. Значит, вот показало, что 16. У нас их было представлено 14. Купила я 12 наборов. Ну, и по очереди о том, что есть. Так, давайте, наверное, с красивого, с цветов сначала начнем. Так, 13. Вот, наверное, 14-го нет. Какой-то еще набор цветов. Значит, что здесь? Здесь это алисум, которого никак почему-то я не сумела купить. А алисум я люблю так же, как и матиолу. И матиола здесь тоже есть вечерний аромат. Это прекрасные ароматные, медовым запахом пахнущие цветы. Они не какие-то там удивительные на внешний вид. Очень тонкие такие, очень нежные, но не особо привлекательные, невзрачные. Но удивительный запах, поэтому без этого я обойтись не могу. Настурция низкорослая и эшольция. Если эшольция окажется с такой нормальной всхожестью, то лужаечка вот таких вот маленьких мочков будет прекрасным зрелищем где-то на какой-то небольшой клумбочке. Дальше. Вот такой набор, который состоит из календулы. Дай бог, чтобы она оказалась на самом деле махровой. Какая-то дейша махровая. Вообще календула это то, что нужно всегда. Это мы каждый год сушим и по многу сушим. И для чаев она подходит. И для полосканий, и для промываний. В общем, везде и всюду цветы, настурции, ой, господи, не настурции, календулы используются. Ну а самое главное, что она хорошо отпудивает вредителей. Бархатцы. Тоже все порывалось, порывалось купить какие-то и никак руки не дошли. Но вот здесь, в этом наборе они оказались. Дальше. Бархатцы махровые прямостоячие. Они обычно достаточно высокие. И, как посмотрела в одном из видео, по капусте садятся именно в закорослые, чтобы капуста не забивала, не заглушала их. Ну и вот еще одна циния изящная, похожая на ту, которая у нас куплена. Но лишней не будет, потому что цинию я люблю. И вот такие вот... Ой, господи, да что ж задеваю-то штатив. Вот такие василечки. Ну, лишними не будут, во всяком случае. Лаватеру люблю. И поэтому рада, что здесь смесь оказалась и розовая, и белая. Розовая с разными оттенками, немножко сиреневая. Ну, Космея это не самый, так скажем, лучший вариант. Но посадить ее тоже есть куда. Вполне возможно, что порадует и она своим цветением. Ну, а есть в этом наборе и настурция махровая. Так что, вот она в смеси. Думаю, что к той настурции, которая такая однослойная, она будет хорошей добавочкой. Когда за 18 рублей пакетик базилика был куплен, и вот этот за 16,80 в составе 4 пакетов оказался, ну, наверное, я пожалела, что для чего было покупать тот. Вот, если бы накануне увидела, что базилик здесь тоже есть, у меня бы уже потребность искать его отпала. Ну, что ж, много это немало, так что и на дачу пойдет, и в дом пойдет. Салаты, ну, как-то у нас не особо популярностью пользуются. Здесь кучерявец одесский. Больше, конечно, предпочитаю, и если бы садила, то качанный салат, чем вот такой. Ну, нет и нет. Этот либо сами съедим, когда-то немножко для украшений каких-то пойдет, либо на компост точно пойдет. А вот петрушка маскраузы и петрушка обыкновенная, листовая, петрушка у нас используется в большом количестве. Я очень люблю ее. Ну, может быть, мороженую меньше, а сушеная у меня во все блюда она идет. Так что и для умывания хороша, для заваривания. Так что это, ну, это незаменимый зеленой такой овощ. Пусть, что пусть, тоже хорошо, что есть. Так, вот томат Санька, тоже из раннеспелых, не знаю, может быть, не особо вкусным окажется, но попробуем. Бычье сердце специально не покупала и думала, что обойдемся, но коли здесь оказался, то хорошо. Джина уже была куплена, показывала, но здесь она тоже есть. Ну, может быть, селекция немножечко другая будет. И Ляна, неплохие томаты. Так что вот такой набор весьма бюджетный и весьма-весьма неплохой. Я не говорю, что там на самом деле какие-то уж чрезвычайно, не знаю, отобранные какие-то высокосортные или, нет, как сказать-то. Ну, в общем, не такие величественные и престижные семена, но вполне себе нормальные. Так что все, что будет лишним, пойдет на компост просто-напросто. А его надо много. Так, свекла Бордо, ну, как я уже сказала, сейчас мы уже Бордо давным-давно не покупаем и как-то не особо она по сравнению с другими сортами уважаема стала. Но если будет нормальная без колец, то хорошо. Будет с кольцами, значит, сразу выбракую и пойдет она для удобрения. А вот цилиндра мне нравится. В прошлом году у нас наросло ее достаточно много. Сейчас едим с удовольствием, варим и в сыром виде ее можно использовать. Так что рада, что здесь есть. Египетская плоская покупала специально отдельно. Здесь она оказалась вот в составе этого набора. И свекла Детройт. Так что тоже хорошая свекла. Бордовая не подводила, во всяком случае, до этого. Хотя не так часто мы садим ее, но раза 3-4-то уже за несколько лет сажали. Так, теперь морковка. Морковь. Значит, здесь нанская. Люблю нанскую. Точно так же, как люблю и шантане. Они разные абсолютно, но любимые, уважаемые мной. Не особо, так скажем, любовью пылаю к витаминной. А вот королеву осени люблю. Лосиноостровская в прошлом году наросла очень хорошая. Ну, как-то вот, наверное, в неудачное место для хранения попало. Не знаю. В общем, плохого ничего о ней сказать не могу. Восхищаться тоже. Ну, обычная нормальная морковь и морковь. Так что сажать будет. Что семена годны до 2019 года. Поэтому, если не в этом году посадятся, то еще и могут подзадержаться немножко. Так, теперь это капуста. Здесь грибовская, июньская, подарок. Ну, то, что ранними являются, это хорошо. Подарок – это средне-поздняя такая капуста. А вот сноубол тоже мы когда-то выращивали. Ну, в общем, теперь получилось, что у нас 4, по-моему, вида цветной капусты есть. Выращивали когда-то. В общем-то, неплохо она себя показала. Так, это зеленые культуры. Это лук-батун. Ну, у нас среди многолетних луков он есть. Ну, может быть, обновить и неплохо окажется. Кориандр тоже свой есть. Ну, думаю, ладно, уже пусть будет. Покупала, собственно, из-за укропа кустистого. Ну, щавель, щавель, будем говорить правильно. Щавель у нас на даче растет. В доме на огороде сеяли. Ну, что-то я как-то не обратила внимания, нормально там с ним или ненормально. Ну, во всяком случае, хотя семян своего щавеля более чем достаточно, но коли есть в наборе, значит, посеется что-то и в наборе. Редисочка такая самая-самая обыкновенненькая, но, тем не менее, если не востребуется или что-то пойдет не так, или там цветушность на нее нападет, или какие-нибудь червячки ее начнут грызть, ну, в качестве сидирата и подкормки потом для компоста будет использовано или на зеленые удобрения. Ну, а так будем надеяться, что вырастет нормально и достойно. В том году у меня редиска была очень хорошая, так что дай бог, чтобы и эти 18 дней жара, ранний красный и заря показали себя тоже хорошими и были использованы в качестве продукта питания, а не в качестве удобрения. Хотя сейчас я понимаю, что для удобрений будущих, для мульчирования, для подкормки, для всего-всего, ох, как много, нужно не только сорняков, но и культурных растений, чтобы все это было побогаче. Ну, и почва получала достаточное количество и минеральных удобрений органических, все остальное. Про горох меня мама каждый раз поругивает, да не увлекайся ты покупкой семян, потому что свой горох очень хороший. Собственно, куплен набор тоже был из-за гороха адагумского, потому что вот остальной, который сахарный горох, ну, у нас гораздо более интересные свои сорта, правда, названий теперь их уже никто не знает, но они очень урожайные. Ну, этот тоже, почву надо удобрять, в том числе и клубеньками вот этих вот, то, что там азотные вот эти вот удобрения на корешках формируются, вот пусть они и формируются. И как раз накануне смотрела, опять же, какое-то очередное видео, и кто-то из известных блогеров-садоводов сказал, что, ну, к сожалению, забываю, да, по-моему, Юлия это и говорила, что калифорнийское чудо часто мы опрометчиво или незаслуженно забываем или пренебрегаем и по нескольку лет не садим, но вот на самом деле, и вот тот перец китайский, который я показывала, он очень похож на калифорнийское чудо. Так вот здесь в наборе калифорнийское чудо этот есть. Ласточка, вот оказалось, мало одного пакета в наборе здесь он тоже есть. Богатыря мы сажали и были очень и очень довольны. И Винни-Пух когда-то давно сажали, но мне почему-то казалось, что он такой больше кругленький. Здесь он удлиненный. Ну, посмотрим, прочитаю потом, что это за перец. Уж не знаю, все, не все посадим, но какие-то семена, безусловно, будут рассажены, какие-то наборы будут истрачены целиком, какие-то, ну, повременят. Может быть, если не в этом году, то на следующий год будут досаживаться, потому что много всего. Но много, каждый раз повторяю, это немало, и чтобы не испытывать нужды в каких-то культурах. Ну, думаю, теперь уже достаточно всего куплено. Так что теперь только высадьте семян на рассаду, забота, уход, и будем ждать весны с тем, чтобы в теплицу, в грядки, куда-то в какие-то другие места отправлять. Вот то, что сейчас представлено в виде вот таких вот пакетиков, наборчиков и всего прочего. Ну, а всем, кто делает выбор, свой выбор семян, я желаю только хороших и удачных покупок, только хорошего настроения и приятных ожиданий и не менее приятных урожаев. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok